Извиняюсь за опоздание, президент России позвонил, и вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам, и вот он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас, это неожиданное было предложение, мы пытаемся обсчитать его, но это, наверное, не имеет значения, потому что товар-то российский, Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым, потому что монополист, мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу. Кстати, Владимир Владимирович предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины, у нас все время снижается, получим, допустим, 700 миллионов долларов, он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премий компании. Ну, такое предложение, ну, это хоть какой-то путь к развязке тех споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну, хоть какое-то движение вперед, мы сейчас посчитаем это все, но я говорю, что это практически не имеет никакого значения, потому что другого варианта пока нет с стороны России. Мы просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть, но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии для компании, потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки Европы, Украины, белорусские рынки и так далее. Ну, это, я говорю, Владимир Владимирович, ну, это наше уже преимущество, а у вас преимущество, что у вас нефть есть. И сейчас я премьер-министру поручил, чтобы они, рассчитав все, наконец-то прошли к какому-то соглашению.